Аксенов озвучил новую информацию по коронавирусу в Крыму. Депутат Госдумы Руслан Вальбек пообщался с мусульманами села Леватки. Обновленная инфраструктура Джанкоя. Чем теперь может похвастаться город? Как похолодания отразились на сельском хозяйстве? Обеднеет ли урожай? Национальное достояние. Годовщина ансамбля Хайтарма. 754 человека в Крыму находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Игорь Чемоданов во время доклада по предотвращению коронавируса. А первый больной на полуострове уже получает необходимое лечение. Пациент, ранее прибывший из Франции, был госпитализирован с симптомами ОРВИ, соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. При пересечении госграницы крымчанин не сообщил, что пребывал в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Его состояние в средней степени тяжести, повышенной температуры нет. Лица, с которыми он контактировал, сейчас в изоляции под медицинским наблюдением. Значит, у нас с вами на вчерашний день выявлен один заболевший, уже ситуация понятна. К сожалению, на территорию Крыма в виде просочилась зараза, так или иначе. Однако теперь у нас с вами понятный план действий, соответственно, установление всех контактов, без исключения, с кем общался данный персонаж, почему он не заявился своевременно и так далее. Другие вопросы, связанные с мерой ответственности, насколько он там предпринял сам шаги. Сейчас в Крыму работает горячая линия по вопросам распространения коронавируса. Операторы круглосуточно реагируют на все обращения граждан. Руководитель Крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что на базе санаториев откроют обсерваторы. Сейчас готовят два учреждения. В первом объекте Феодосии уже проводят ремонт, а в Керчи специальное помещение рассчитано на 70 коек. Многофункциональный центр опубликовал количество талонов на получение госуслуг дистанционно. Их наличие для городов и районов Крыма вы видите на своих экранах. Теперь приходить в центры мои документы не нужно. Все это можно сделать по предварительной записи. Пользователю необходима лишь регистрация в единой информационной системе. Такие меры направлены на профилактику распространения коронавируса. Все подробности можно узнать на сайте МФЦ. Из-за коронавируса голосования по Конституции могут перенести. Сегодня об этом заявил кандидат политических наук Александр Бедрицкий на пресс-конференции в Симферополе. Психологическое воздействие на людей необычайно высоко. И люди просто могут не прийти на избирательные участки. И в любом случае в повестке такого дня, как вы тоже правильно сказали, голосование по правкам Конституции оказывается в тени нынешней пандемии. Вот так или иначе, эти вопросы, я думаю, что они будут приниматься в расчет. И скорее всего, если опять же ничего не произойдет по улучшению ситуации в ближайшие две недели, то дата голосования, она будет изменена. Основной темой обсуждений стала поддержка изменений в Конституцию Российской Федерации. Почти 70% опрошенных крымчан готовы принять участие в общероссийском голосовании. При этом более 60% поддержали инициативу президента страны в несении поправок в основной закон. Это повышение пенсии, выплаты пособий, минимальная оплата труда, не менее прожиточного минимума. Также респонденты поддержали предложение о запрете чиновникам иметь иностранное гражданство. С рабочим визитом депутат Госдумы Руслан Бальбек посетил село Леватки Симферопольского района. Там встретился с мусульманской общиной и осмотрел работы на местном кладбище. Подробности в сюжете Эльмаса Блакимовой. Рустым Ильясов рассказывает Руслану Бальбеку, какие работы за полгода выполнили на кладбище в Леватках Симферопольского района. Один гектар земли выделили еще в 90-х годах прошлого века. Местные жители обустраивали территорию Сави, установили забор, построили комнату для омовения усопших. Но за 30 лет помещение пришло в негодность. Это здание длительное время находилось в аварийном состоянии. Крыша протекала, стропила съели насекомые. Решить эту проблему своими силами не удалось. Рабочие руки были, а строительных материалов нет. Поэтому попросили Руслана Исмаиловича о помощи. К парламентарию они обратились летом 2019-го. За короткий срок получили необходимые материалы, сделали ремонт и обустроили Абдесхане – комнату для омовений. Сумели путем Кашара, возрождая важную такую традицию, которая где-то в последнее время была утрачена, совместно, общими усилиями смогли достичь этого результата. С августа прошлого года Леватки украшает Хадорджами – грандиозная мечеть, над которой возвышаются два белоснежных 40-метровых минорета. Три свинцовых купола с высоты птичьего полета смотрятся особенно завораживающе. Местные мусульмане гордятся своим религиозным сооружением. Там и организовали встречу парламентария с общиной села. Мы далеко не впервые видимся с Русланом Исмаиловичем. Он нам помогает. Спасибо большое ему. На встрече обсудили, как проведут предстоящие праздники, а завершили ее традиционным дуа – молитвой. Эльмас Аблакимова, Виталий Голубев, телеканал «Миллет». Крыму в результате резкого похолодания замерзли посевы зерновых и плодовых культур. Ночью температура воздуха снижалась до минус 12. В результате чего пострадали сады в Нижнегорском, Бахчисарайском, Красноперекопском и Советском районах. Подробности в сюжете Руслана Минаева. Текущая неделя сопровождалась нетипичным для этого времени года понижением температуры. Особенно ночью, когда столбик термометра опускался до минус 10. Резкое похолодание негативно отразилось на посевах зерновых и плодовых культур. Абрикос нас был в стадии полного цветения. И вот результат этого года. Собирать нечего. На 25 гектарах Сергей Колпачиков выращивает абрикос, алычу и персики. Рассказывает, теплая зима и холодная весна испортили урожай. В начале марта до середины было жарко, плюс 23, плюс 25. И деревья начали распускаться раньше, чем обычно. Явление природы, когда за короткий промежуток времени замерзает большое количество посева, агрономы между собой называют мороз-оптовик. Боролись с ним с помощью вот таких стогов сена. Окуривали плодовые насаждения, согревая сады. При понижении температуры поджигается солома и дым обволакивает площадь. И тем самым удерживает чуть-чуть. Но окуривание помогает там минус 2, минус 3 максимум. Однако и это не принесло результата. Ночью температура воздуха опускалась до минус 12. Точную сумму ущерба еще придется оценить. Но по предварительным оценкам замерзло до 80% урожая абрикосов и сливы. А эти почки персика хоть и зацветут, но уже без плода. Это вот пестик этот. Вот он черный. Персика нахи не будет. От заморозков сельскохозяйственные культуры пострадали во многих районах полуострова. В настоящее время Минсельхоз совместно с предприятиями исследует образцы плодовых деревьев на степень их подмерзания. В Нижнегорском, Красноперекопском и Советском районах пострадали посевы азимового и ярового ячменя, кориандра, горчицы, льна. Также отмечено подмерзание цветков и плодовых почек на фруктовых насаждениях персики, черешни, вишни, сливе, абрикосе, яблоне, в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Раздольнинском, Нижнегорском и Черноморском районах. Комиссии при Министерстве сельского хозяйства Крыма еще предстоит подсчитать общий ущерб непогоды по всей территории полуострова. Руслан Минаев, Максим Турчев, телеканал Миллет. Уголовное дело за призывы к терроризму в интернете. 26-летний житель Джанкуэ на своей странице в соцсети выложил видео, где оправдывал терроризм. Во время обыска у него изъяли электронные носители информации и компьютер. Вину подозреваемый признал. В содеи нам раскаялся. Первый модульный детский сад открыли в Джанкуэ. Дошкольное учреждение рассчитано на 110 мест. Новый корпус возвели всего за 10 месяцев. Подробнее расскажет Севиля Миметова. Ну что, огонь? Огонь. Ура. Ура. Первый. За долго-долго. Ура. За 40 лет первый садик Джанкуэ. Сразу после открытия заместитель директора по дошкольному образованию Валентина Никонова проводит экскурсию для детей. Здесь тоже располагаются групповые помещения. Методические. Это для обуви, да. В детском саду четыре группы от двух до семи лет. Обучать дошколят будут девять педагогов. Основная деятельность детского сада – научить ребенка понимать, видеть, чувствовать, развиваться, слышать педагога. То есть, по сути дела, это уже образовательная работа с детьми. Просторные помещения, полная комплектация спортивного инвентаря и развлекательных игрушек. Детский сад оборудован по последнему слову техники. А это группа для самых маленьких. Здесь занимаются с детьми с двух лет. Все проходит в игровой форме, поскольку игра – это ведущий вид деятельности для общего развития ребенка. Как отметила министра образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик, многое зависит от того, как организована работа в муниципалитетах. Инвестиции в образование – это, конечно, очень благодарное дело, потому что дети – это наше будущее. И поэтому, конечно, чем лучше будут созданы условия, развивающие условия, как для интеллектуальных способностей, так и для физических, эстетических, художественных, тем талантливее будет наш Крым. Строительство учреждения началось в 2019 году. Объект сдали вовремя. Модульный детский сад – это конструктор, который легко изменить в большую или меньшую сторону. При возведении используют экологически чистые материалы, которые не влияют на здоровье детей. Модульные садики нас спасают с 2014 года. Срок строительства небольшой, от полугода, 10 месяцев, коллеги говорят. Очень быстро, поэтому комфортные условия. Срок гарантии – 15 лет, срок службы. На мой взгляд, это выход с положения для нас. В этом году в Джанкое сдадут в эксплуатацию еще два детских сада, что позволит ликвидировать очередь до школьного учреждения. Севелия Меметова, Арсен Фукала, телеканал «Миллет». В Госкомнации Крыма прошло совещание консультативного совета медиа-центра имени Исмела Гаспринского. Участники обсудили издательство новых книг. В прошлом году в свет выпустили более 30, в планах и в 2020 году сделать не меньше. В приоритете материалы о подвигах крымчан в Великой Отечественной войне и новые проекты к столетию дважды Героя Советского Союза Аметхана Султана. Консультативный совет, который, как совещательный орган, который решает, какие мы будем издавать книги в следующем году. Это представители общественных организаций, представители государственной и исполнительной власти, это филологи, библиотекари, люди, которые заинтересованы в том, чтобы национальные издания выходили каждый год, чтобы не только средства массовой информации были на руках у наших читателей, но и книги на разных языках народов Крыма. В редакцию медиа-центра имени Исмаила Гаспринского входят 11 изданий. Они публикуются на разных языках полуострова. За пять лет беспрерывной работы издали около сотни новых книг. Выход каждой в медиа-центре превращают в праздник. Здесь проводят торжественные презентации с участием авторов и представителей национальных обществ. Ваган Вазгенович сегодня профессиональный журналист, зная свое дело человек, налаживает работу медиа-центра. У нас сегодня включился в работу цех по производству печатной продукции, которую приобрели в прошлом году. Я думаю, все эти ингредиенты дадут возможность качественно показать работу медиа-центра. В Симферополе почтили память Исмаила Гаспринского. К бюсту великого крымско-татарского просветителя, издателя и политика возложили цветы. В мероприятии приняли участие государственные деятели, руководители учебных заведений, представители общественных организаций и студенты. Мы живем в многонациональном Крыму, где проживает 175 национальностей. Крымские татары – это яркая часть истории Крыма. И такие великие люди, представители крымско-татарского народа, как Исмаил Гаспринский, они ими дорожат не только крымские татары, а все крымчане. Представители духовенства в память о великом общественном деятеле прочитали молитву. Очень важно помнить о таких людях, сделавших большой вклад в развитие не только крымско-татарского народа, но и других народов, которые с ним соприкоснулись. Традиции и современность. В Крымско-татарском музее открылась выставка к юбилею легендарного ансамбля «Хайтарма». Экспозиция ознакомит с народной хореографией талантливыми артистами. С историей коллектива познакомилась и Наджиэ Исаева. Хайтарма – это наша душа, душа нашего народа. Грандиозный, величественный, ритмичный и в то же время утонченный танец «Хайтарма» – это душа народа с многовековой историей. Такими словами Садиха Джимилева открывает для нас новую экспозицию Крымско-татарского музея. Она рассказывает, показывает, кружит в танце и приглашает в гримерку заслуженного ансамбля всех желающих. Сценические образы метро-театрального искусства, афиши, фотографии, с помощью которых посетители могут прикоснуться к истории легендарного ансамбля, к его творческому наследию, увидеть, как менялся коллектив с момента основания до настоящего времени. На стендах дипломы, грамоты, благодарственные письма и вырезки газетных публикаций. У Крымско-татарского коллектива сотни наград за плодотворную деятельность. Следует отметить, что уже в 40-м году, в 39-м году, они попадают на всесоюзный конкурс в Москву. И наша легендарная, одна из легендарных певиц, Сабриеви Джепова, получает диплом талантливой молодой певицы. И уже в 40-м году удостаивается звание заслуженной артистки Крымской АССР. Ансамбль «Хайтарма» начал работать в Крыму незадолго до начала войны. Художественным руководителем стал Ильяс Бахшиш. Музыкальным Яяш Арфединов, а хореографом Усиин Бакал. В 1944 году коллектив был вынужден прекратить свою деятельность. Смог продолжить работу спустя 14 лет, но уже под руководством Февзи Белялова. Это 58-й год, где мы видим первый состав ансамбля «Хайтарма». Это такие яркие наши солисты, как Сабриеви Джепова, Эдия Топче, Аблямид Унеров, Аким Джемилев, Шевкент Мамутов. Мастерством ансамбля восхищались зрители, всегда аплодировали стоя. «Помню, как мы покупали все билеты и ходили, раздавали их по домам. Даже давая по три концерта подряд, они собирали толпы людей. Полный аншлаг. И это было народное призвание». Ансамбль трижды менял свое название. Неизменным оставался национальный дух. «Именно на базе ансамбля «Хайтарма» ставились реализованные представления. В частности, в 59-м году Ильяс Башиш, художественный руководитель, поставил спектакль «Азехас в двух действиях». Затем это спектакль «Хайняна» был. Для этого спектакля специально пригласили актрису драмы, у нее была амплуа такая. Ее специально пригласили в ансамбль «Хайтарма» сыграть эту роль. А это эксклюзивные фотографии с выступления Аблемита Умерова. Именно его считают основателем Крымско-Татарского музея. Был не только талантливым актером, но и хранителем прошедших эпох. Всю свою жизнь у него он собирал старинные ювелирные украшения, одежду и уникальные фотографии. А это более 300 предметов быта, которая, как и мечтал сам Аблемит Ага, стала достоянием нашего народа. Аблемит Умеров – это конферансье. Все помнят его выходы на сцену. Это были незабываемые скетчи, незабываемые какие-то такие юмористические постановки, интермедии в его исполнении. На выставке можно увидеть лишь малую часть закулисной жизни талантливых артистов. В этом году выступала наша певица Зиня Плюманова. Вот сегодня можно прийти в музей, посмотреть его, не просто посмотреть по фотографиям, а воочию увидеть его. И просто создать, увидеть то настроение и создать свое впечатление, как тогда одевался актер. Февзи Пелялова – тоже певец, который очень долгие годы, почти на протяжении 40 лет отдал ансамблю Хайтарма. И его костюм, вот он, представлен тоже на нашей выставке. В 1992 году ансамбль Хайтарма вернулся на полуостров и стал работать в составе Крымской государственной филармонии. Возглавила его народная артистка Таджикистана Римзия Бакал. С ней коллектив поднялся на новый профессиональный уровень. Сейчас им руководит Эльмира Налбантова. Ансамбль знают не только в Крыму, но и за его пределами. В ритме танца Хайтарма Крымско-Татарский музей будет кружиться до конца апреля. Наджей Саева, Ассан Зивадинов, телеканал Миллет. Праздник весны и плодородия. В Крыму отметили наврез Байрам. В этот день принято готовить вкусные блюда, держать в чистоте дом и принимать гостей. Руслан Минаев расскажет о том, как отпраздновали юные ученики Центра развития ребенка в поселке Гвардейское. Ученики соревнуются, кто быстрее всех построит дом. Игра олицетворяет быт крымских татар – строить собственные жилища. Дом должен быть крепким и прочным. Праздничный стол в наврез Байрам украшают национальные блюда и угощения. Главный символ этого дня – ростки пшеницы, обвязанной красной лентой. Юные ученики Центра в игровой манере воссоздают традиции весеннего праздника. Мы стараемся донести до родителей, для детей, чтобы они прочувствовали культуру, традиции, связанные с крымско-татарским народом. Также в этот день принято встречать начало нового сельскохозяйственного года. Мы перебираем горох и фасоль. Сложно? Нет. Только надо быстро. Наврез Байрам – древний праздник. За период со времен его возникновения каждый из народов его отмечающих привнес в него частичку себя. Изданная жизнь крымских татар всегда была связана с лошадьми. И мы с помощью этой игры хотели передать традиции, обычаи крымских татар. Постоянно соревнования были на лошадях, на праздник Наврез Байрам. То же самое мы сегодня и передали с помощью этих игр. Наврез Байрам имеет и воспитательную функцию. Кроме праздниц, в этот день приветствуется и физическая работа, подготовка к пассивным работам в поле и наведение порядка в домах. Зачастую этому и учили родители своих детей. В этих праздниках показывали всем то, насколько они радуются празднику весны. Встречали его, отдыхали и готовились к труду. Ребенок с раннего возраста приучался к этому и, соответственно, все это выполнялось делом. Демонстрируя силу, сегодня дети соревнуются в перетягивании каната и перепрыгивании через костер. Мне больше понравилось тянуть канат, ну и измерять силу. И понравилось вот этим лошадкам бегать. Это означает то, что весной посев на полях начинается. Закончили праздничные мероприятия лепкой тарелок с крымско-татарским орнаментом. Будь с Богом. Мы сегодня пришли на праздник «Наврез Байрам». Прыгали через костер. Это такой древний обычай. Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет». «Наврез Байрам» у Байрек Олгсен. Ура! Это все новости на сегодня. В студии для вас работала Фатимиси Даметова. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!